Девчоночки, дорогие мои, всем огромный привет! Сейчас на ваших экранах не я. Решила очень короткий сделать обзор. По поводу маленьких таких вещичек на моей кухне очень было много вопросов. Правда, это не 10, не 20, не 30. Девочки спрашивают, вижу, вопросы повторяются от зрительниц, поэтому хочу ответить, показать и рассказать. Значит, вопросы были такие. По поводу чайничка, электрочайник, по поводу вот этой вот кружечки, очень понравилось, мне приятно, спасибо вам большое. Заодно покажу и свой заварничек, считаю его не менее красивым, ребята. Да, коллекция плитки, фартук, да, на кухне, Вот, чтобы было понятно, это кухня. Просто вечер сейчас, прошу прощения, девчонки, пальцы мелькнули. Девочки спрашивают по поводу вот этого фартука моего. Дальше, по поводу рисного экрана на батарею. Расскажу, где, чего делала, заказывала. Спрашивают про цветочки сухостой, да, это натуральный, а не искусственный букетик. По поводу вот этого букетика было три или четыре вопроса. Это уже сразу скажу вам искусственные цветы. Спрашивают также, девочки, вы моё бра обозвали лаптем каким-то. Что это, Анжела, у тебя на стене как лапоть светится? Так, сейчас покажу, выключу свет. Вот так будет виднее и понятнее. Такой же бра у меня висит здесь, вот в маленьком коридорчике. Ну, по порядочку, да, как мы обычно любим говорить по порядку, девочки. Чайничек. Это Делонги. Я его покупала у нас в Эльдорадо. В Украине есть такая сеть магазинов. Не знаю, как в других странах, девчонки. Он металлический, не пластмассовый. Прекрасный чайник, мне очень нравится. Служит он мне два уже года. Стоил он три четыреста в гривнах, я вам говорю, да? Три тысячи четыреста гривен. Приблизительно вот так. Ну, там с копейками какими-то. Кружечка. Кружечка из English Home. Стоит она, если я не ошибаюсь, где-то триста с чем-то гривен. По-моему, так. Чайничек Эпицентр. Около двухсот гривен. Ребят, эта плитка дорогая. Это Италия. Я заказывала. Это коллекция, конечно же. Но для меня, как бы, может кому-то и недорого. Всё в сравнении познаётся, да? Она с декором есть. И вот такая гладкая, без декора, с фрезеровкой идёт. Эта подсветка мешает. Но сейчас темно на улице. Если я выключу свет, вообще ничего не будет видно. Значит, стоит эта плиточка поштучно. Декор, по-моему... Ой, тысяча восемьсот гривен штука вот эта, если я не ошибаюсь. А вот эта вот тысяча двести восемьдесят. По-моему, так чистая. Если я не ошибаюсь. Ребят, не помню, правда. Дальше, девочки. Вот эти вот резные экраны на батареи отопительные. Очень много девочки спрашивают. Это массив, натуральное дерево. А резьба вот эта вот, это фанера. Режет компьютер. Заказывала в Киеве вот такой толщины. Я вам показываю. Фанера очень толстая, да? Расстояние, если вы видите, может быть, будет понятно. От батареи до резной решеточки очень большое. Где-то сантиметров десять, может быть, больше. Везде есть дырочки, прорези для циркуляции воздуха. Поэтому она не закрывает, не держит тепло. Все тепло выходит на квартиру. Все хорошо вентилируется. Значит, цена зависит от размера. Смотря какой короб, какого размера, какая у вас батарея, да? Своей я где-то заказывала. Ну, вот это вот где-то метр, метр с копейками длиной. Глубина сантиметров двадцать этого короба. Приблизительно средняя цена будет на такой деревянный короб. Это не опилки, не стружки прессованной, не МД. Повторюсь, это массив, натуральное дерево в районе четырех-четырех с половиной тысяч. Да, ждать заказ месяц приблизительно. Девочки, вот эти цветочки. Я писала вам там в комментариях, отвечала, что не знаю честно их название. Но так как этот вопрос звучал часто, вы мне писали, да, смс-ки, я погуглила, зашла в интернет, нарыла. Называются сухостой цветочки лимониум. Кстати, я для себя открыла, они бывают разных цветов. Вот эти вот сиреневые, такие яркие, да, вот поближе покажу вам. Очень красивый цвет у них. Но есть еще белые, ярко-лимонного цвета, розовенькие, тоже очень красивые. Они сухие, стоят у меня скоро, будет уже год. Подарила мне букетик моя невестка. Я уже даже не помню, какие были крупные цветы. А эти, лимониум, были как декор. И мне она сказала, мам, не выбрасывайте, они стоят очень долго. Когда букет завянет, эти можете вытащить, поставить отдельно вазочку, и они сохраняют свой цвет, и будут еще долго стоять и радовать глаз. Действительно, девочки, правда, очень нравятся. Не сыпятся ничего, такие прям стойкие оловянные солдатики. Класс. Ребят, вот это букетик, повторюсь, это искусственные цветочки. Значит, стоят они где-то в районе 600 гривен. Тоже покупала винглышком. А это подставочка, вот эта вот дама в шляпе. Это эпицентр, но это ограничитель для книг. Я использую не по назначению, но мне так нравится. Пока, вот видите, ограничитель для книг. Стоит вот так вот. Я как бы немножко придерживаюсь, да, такого зелененького декора на кухне, потому что у меня шторы, вы уже все видели, зеленые, да. Вот и букетик сюда, и прихваточки тут, чашечки, чайнички, заварнички тоже. Ну вот, покажу, бра. Точно никакой не лапать, ребята. Мне было смешно, честно. И еще зелененькая у меня такая вот подставочка под горячее. Розеточки закрывает. Это керамика с обратной стороны, это пробка под горячее. Но, честно признаюсь, я не использую, ничего сюда не ставлю. Просто как панно мне очень нравятся артишоки. Вот артишок написано. Ну вот, сделала вам такой небольшой обзорчик. Вы спрашивали, задавали вопросы, я ответила. Спасибо всем за внимание. В следующий раз будем встречаться с вами уже с обзорами на наших любимых героев. Всем хорошего времени суток и пока, девчонки. Продолжение следует...